Ребята, у меня походу новости закончились. Что вы, расстроились по этому поводу? У меня глаз задергался. Идет! Бабич! Сейчас тоже павоё. Проститутка, шалашовка. Я уезжаю в лес. Всем привет, ребята, с вами Аня Покров. И это новый выпуск новостей. Перед началом просмотра подпишись на канал, поставь лайк этому видосу и можешь даже написать комментарий, потому что лучшие комментарии попадают ко мне в выпуске. И сейчас вы увидите лучшие комментарии с предыдущего выпуска прямо перед вами. Вот, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. А мы начинаем наше обсуждение. Для начала хочу сказать сразу чистосердечное признание, чтобы вы не обращали внимания на мою, наверное, бессвязную речь. И я сегодня поспала 3 часа от силы. Ну да, в совокупности 3 часа. Потому что мы снимали рекламу Читаса с 7 вечера до 10 утра. Снимали я, Бабич, Тим из Иксо и Лиза Анохина. Было, на самом деле, очень круто, очень весело. Получилось прям очень годно. Ребята, вы посмотрите, что тут такое. Это висящий свет. Типа вместо луны. Я такое никогда не видел. Чего? И скоро уже вам все покажем. Вот, но поспать я не поспала, потому что потом я поехала, что? Записывать новый трек. Я не могла перенести запись, потому что потом просто не будет свободного времени в студии. А я очень хотела записать этот трек. Уже очень хочу поскорее его выпустить. Но посмотрим. Надеюсь, что скоро пульну вам отрывочек в ТикТоке. Сейчас ничего не расскажу, но я вам уже намекала про этот трек. И сегодня я выложила мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини потому что я не хочу вам показывать ничего от слова совсем, потому что это будет песня-сюрприз для одного человека. И я не хочу палить, чтобы никто ни о чем не догадывался вообще. Короче, все. Ладно, хватит это обсуждать. Погнали лучше к новостям не обо мне. Золото российских гимнастов в Токио. Если кто не знал, сейчас в Токио проходят Олимпийские игры. Летние Олимпийские игры. И наша сборная России, мужская, по спортивной гимнастике выиграла соревнование впервые с 1996 года. Представляете? Забрала золото. Все видим. Олимпийские чемпионы! Олимпийские чемпионы 2021! Браво! Браво, ребятки, дорогие! Самые лучшие в мире русские ребята! В гимнастике вы просто супер! Вы плачете, мы вместе с вами плачем от вашей сумасшедшей победы, которую вы вырвали, я бы сказала. В составе команды, кстати, был Никита Нагорный. Мы все болели за ребят. Ну, я прям не смотрела, но, видите, следила за новостями, чтобы рассказать вам. Поздравляю наших ребят! Это очень круто, реально, это прям уровень. Чилзон и Феникс Тим распались. На общих аккаунтах ребят в соцсетях перестали выходить ролики. И уже долгое время там полная затища, из-за чего подписчики стали задаваться вопросом, типа, куда пробовали ребята. Всем привет! Феникс Тим Хаос закрылся. Месяц назад мы все заболели. И из хаоса многие разъехались. И так не смогли наладить. Рабочий настрой. Поэтому мы приняли решение закрыться. Но мы продолжим общаться друг с другом. Будем ходить на ночевки, гулять. И снимать вместе. Каждый из нас продолжит развиваться сам. Мы благодарны вам всем, что вы были с нами эти два месяца. Спасибо вам большое. И сейчас обе команды объявили о своем закрытии. Официально. Челзона и Феникс Тим больше нет. Но что сказать? Это были проекты Ярослава. Поэтому я об этом давно знала. Вот. Почему так произошло? Наверное, немного не хватило ребятам все-таки сплоченности или веры в проект. Потому что тяжело. Челзон, например, это было пространство для ребят, куда они приходили, снимали. В Челзоне были Инстрина, Ривовая, Женя, Влад Левский. Мы его забрали в другом тим. Фичка, Симба. Ну, много ребят клевых были. И, наверное, тяжело, потому что вы не живете в одном доме, не живете под одной крышей. Все-таки это очень сильно сплочает. Но мне кажется, ребята все равно благодарны этому проекту. Потому что было круто. Мы сами к ним приезжали, постоянно снимали. Было весело. И сейчас продолжаем общаться с ребятами. И они продолжают общаться друг с другом. Просто теперь в несовместных проектах. Что, вы расстроились по этому поводу? Нет? Напишите в комментариях. Кстати, ребята, я вам обещала, что если на моем видосе на ютубе про апокалипсис будет 100 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев, то я сниму свой первый влог на канал. Так вот, там комментариев уже сильно больше, чем 5 тысяч, а лайков там сейчас 65 тысяч. На момент съемки этого ролика 65 тысяч. А значит, осталось совсем немного. И знаю, что вы очень ждете влоги от меня. Идет! Бабич! Боже, за что? Господи, за что мне это? Пожалуйста, скажи мне. Яблую мать. Кто тоже обосрался, напишите в комментариях. У меня глаз задергался. Бабич, вот до чего ты меня доводишь. Вот до чего твои приколы доводят. Скоро меня в больницу сведет. Реально глаз дергается. Все, капец. О, короче, тоже это будете знать только вы. У меня есть нервный тик и когда я нервничаю очень сильно или устаю, у меня постоянно дергается левый глаз. И люди не особо замечают, но я, которая в самый важный момент перед выступлением каким-то чувствует, что у меня глаз так худаном ходит, я думаю, ну все, пи***ц, пацаны. Мы пропали. А теперь вы знаете еще один секрет про меня. Ладно, все, о чем-то я говорила. Так вот, если на канале будет 100 тысяч лайков, то будет первый видос. Поэтому давайте поднажмем, я вас верю, меня это будет интересно. Наверное, то я так говорю, а вдруг я не смогу ничего интересного вам показать. Но я буду очень стараться. Погнали дальше. Слава Мэрлоу ревнует Карину Крамбэйбек-Милохину. Короче, Слава выложил совместные в ТикТоке ребят к себе в историю. Ребят сейчас находятся на съемках второго сезона Настюшки, Влеевой, блогеры и дороги и постоянно тесуются вместе, снимают видосики, угорают и так далее. И Слава решил выложить их в историю, после чего он выложил историю на черном пони с разбитым сердечком. И, конечно же, подписчики все запереживали, подумали, что Слава ревнует. Начали писать гадости Карине, начали писать гадости Дани, как они могли, как они посмели. Солнце не переживай, как у тебя есть я. Спасибо, мама. У него мама нет. Вот, после чего Слава сказал, что он просто поугорал и чисто по приколу выложил, типа, хватит хейтить Карину. Я согласна, ребята, я уверена, что это чисто соу-фан и это очень странно, хейтить людей, за то, что они просто много времени проводят вместе. Блин, просто относитесь ко всему проще, я вас очень прошу. Ребята создали вторые аккаунты, все в ТикТоке, кстати, и постят всякую херню. Как Ирина говорит, straight TikTok. Вот, так относитесь к этому как к контенту для вас же, к угару для вас же и хватит шиперить всех, прошу вас, хватит шиперить всех в ТикТоке, ёб твою мать. Меня уже с кем только не шиперили, я уже там, не знаю, пошла налево, опять пошла налево, направо, направо. Я просто с мальчиком рядом стою в двух сантиметрах, в двух метрах рядом стою. Они хорошая пара. Артур, Артур бы им да, красивая пара, конечно, хороши. И без некой шиперить других ребят из нашего дома. Ну, типа, ладно, ничего не буду говорить. Просто, будьте поспокойнее с этим, прошу вас. Я понимаю, что вы это делаете, потому что у вас богатая фантазия, но хорош, хорош мне шиперить с каждым деревом. Ладно, потому что другие люди обижаются. Ну, я не всегда люблю такое смотреть. Ладно, я сейчас на вас наехала, вы не обижайтесь. Просто я так, не специально наехала. Ладно? Это я всегда такая, такая, знаете, когда на маму накричала, а потом стыдно стало. Кстати, к съемкам «Лагеры и дороги» присоединились уже Эльдар Джарахов и Юлька Шпулька и Ида Галич. Уже сегодня они вместе тусуются, лазают по горам и снимают для нас много контента. Кстати, с Эльдаром приехала еще и Лиза Василенко, потому что они до этого вместе отдыхали в Питере и сейчас поехали на съемки к ребятам. Об этом никто ничего не говорит, но я так понимаю, что Лиза тоже как-то появится во втором сезоне. Вот. Беременна в 13, снова забеременела. Даша, которая забеременела в 13 и успешно родила ребенка. О ней говорил весь интернет. Сейчас снова беременна. Даша рассказала, что у нее задержка уже 5 недель, она сделала 5 тестов и все они положительные. Она вышла в сторис просто в слезах, в истерике, сказала, что она не хочет делать аборт и убивать ребенка. Но при этом отец ребенка, ему вообще по херу, он типа все скидывает на нее, все ответственно. И можно бесконечное количество времени хейтить Дашу, говорить, какая она там, как бабки на лапке. Проститутка, шалашовка. Вот. Но я скажу одно, наверное, учитесь на чужих ошибках, учитесь на своих ошибках. Вот. Потому что многие показывают, как делать не надо. Но при этом я очень хочу, чтобы у Даши в жизни все сложилось, все было хорошо. Я уверена, что она сможет выбраться из этой ситуации и ей сейчас, наверное, нужна очень сильная поддержка. Поэтому будьте добрее. Лучше поддержите человека в такой сложной ситуации, чем захотите маленькую девочку, 13-летнюю, маленького ребенка, которому, скорее всего, просто не додали любви родители, не доглядели и которые сейчас просто не понимают, что ему делать. Я просто вспоминаю себя в 13, ну и там просто пиши пропало, ну какой мне ребенок. А тут девочка беременна вторым. Будьте добрее. Даша, тебе успехов. Все будет хорошо. Морген Штерн снова молодец. Морген поделился радостной новостью и выложил фотку с бриллиантовой кнопкой своего ютуб-канала, который он получил за 10 миллионов подписчиков, который он получил, как будто он заплатил 10 миллионов. Короче, у него стукнуло 10 лямов подписчиков на ютубе и ему пришла бриллиантовая кнопка, с чем мы очень сильно поздравляем Моргена. А я, между прочим, сейчас тоже повье, потому что мы заказали мне золотую кнопку. У нас на ютубчике уже миллион подписчиков, а значит, золотая кнопочка меня ждет. Я ее жду. Она скоро приедет, я ее поставлю вот здесь на фон, и мы будем красиво снимать ютуб и радоваться. Золотая кнопка. Обидеть! Как круто! Это все вы! Это я вас люблю так сильно! Вы у меня самые лучшие! Егор Крид поддержал певицу Максим на своем концерте. Все мы знаем, что Максим сейчас находится в очень тяжелом состоянии. Месяц назад ее госпитализировали и сейчас она находится под аппаратом ИВЛ. У нее осложнение. И Егор решил поддержать девушку и исполнил на своем концерте ее трек «Отпускаю», сказал, чтобы она держалась и выздоравливала. Все вместе! Это на самом деле сильно, потому что почему другие артисты не додумались до такого. Там, получается, весь зал, все фанаты Егора включили фонарики и пели трек «Максим». И я надеюсь, я верю в то, что Максим все-таки выздоровеет, зайдет в Инстаграм, увидит это видео и очень сильно этому обрадуется, что у нее такая колоссальная поддержка. Вот. Максим, выздоравливай! Ты нам нужна! Ты должна бороться за свою жизнь, потому что мы не можем отпустить такого талантичего человека, который написал «Знаешь ли ты? Отпускаю» и еще кучу других хитов. Подо что нам танцевать и петь? А пацанам пьяным рыдать подо что? Ребята, у меня, походу, новости закончились. Если я что-то пропустила, напишите в комментариях «Аня, ты забыла рассказать про...» Может быть, я чего-то не знаю еще? Вот. Но все интересные новости для вас я отфильтровала. А я сейчас пойду собирать чемоданы и уезжать отсюда нафиг из этой Москвы. Я устала работать. Я хочу отдыхать. Хоть чуть-чуть. Спать. Сейчас буду в самолете спать, высыпаться и снова миссионно делать контент для вас. Я уезжаю в лес. Но надеюсь, у меня там будет интернет. Буду стараться вам хоть что-то показывать, но ничего не обещаю. Посмотрите, куда мы забрались. Боже мой. Что за мальчик такой косивый? Я вас очень сильно люблю. Не забываю подписываться на канал, ставить лайк этому видосу, писать комментарии. С вами была я, Аня Бакров. Всем пока-пока. До новых встреч. Вернусь отдохнувшей. Не загоревшей, потому что еду не на моря, но новыми силами и новыми эмоциями. Наверное. Всем пока-пока. Я тучку не нашла, представляете? Я уже устала от этого переезда, когда мы уже съедем из этого дома. Я разберу коробки, найду тучку, извинюсь перед ним 500 тысяч раз, поцелую, наряжу его в самые классные наряды и он будет сидеть со мной и снимать новости для вас. Я вообще...